Я, как современный человек, городской татар, понял, что, в принципе, меня здесь ничего не выделяет. Ну, в этом мире, скажем так. Я что, в Германии могу быть немцем, тем более, что по-немецки немного могу говорить, что в Австралии могу быть местным, мне что-то нужно было, что меня выделяет. Я искал много инструментов, нашел очень важный инструмент, ну, это и они, потому что, если ты не знаешь, кто ты, по происхождению тяжко. Так получилось, что воспитали они меня на русском языке, отец мой татарского практически не знает, то есть я дам фору ему, будь здоров. Дальше это язык, который я учу, татар Телёны Рейнамин. Вот, и нашел еще один важный инструмент, нашел его как архитектор, потому что я все воспринимаю только визуально, мне нужна была картинка. Я нашел картинки, начал рисовать и нашел знаки. Прочитал пару статей, думаю, это классно, прикольно, давайте попробуем. Где-то год, наверное, я этим баловался, а потом решил, что, ну, они же что-то означают, значит, я должен был попробовать узнать. Нашел советские книги, поучил для себя. Было тяжко, потому что оказалось, что научная литература – это невыносимая муть, на самом деле. Я немножко изучил, потом написал двоим людям, оба татары пожилые, которые этим занимались. Написал на бумаге, рунами написал. Халяри газничек, нишлисис и фалянтеген. Такие вещи написал, вот. И они мне ответили. Татарше, меня я сдалар, ну, уже кириллица. И я понял, что, так, эта тема работает, я могу писать на татарском, знаками, которые, казалось бы, давно забыты. Знаки-то, может быть, забыты, да, но люди читают. Я начал углублённо изучать, нашёл ещё людей, в том числе в Казахстане, и начал им писать. И оказалось, что этими знаками вполне себе можно писать на современном языке, на любом тюркском современном языке. Я сейчас это могу подтвердить, потому что я уже с достаточным количеством людей познакомился из тюркского мира. Практически на любом тюркском языке можно записать с лёгкостью, ну, грубо говоря, процентов 70-80 современного текста можно написать легко. Почему не 100%? Потому что есть иностранные слова. К сожалению, слова как революция, реновация, инвестиция или, скажем так, арабские фарси, у нас возникают проблемы. Эту сказку рисовал я, это «Казблен тельки». Все, наверное, знают её, да, кто по-татарски немножко учился. Иллюстрации мои. Я написал эту сказку, так уж ради интереса отправил её в Казахстан. Потом с другом мы написали её на казахском. Оказалось, у них есть точно такая же сказка, с абсолютно таким же сюжетом. И интересное самое в том, что на кириллице или латинице казахский и татарский пишется значительно по-разному, а здесь у меня общих слов было больше. Вот, в этом есть нюанс письма. Если кто-то хочет узнать, в чём он, потому что я не могу сейчас это объяснить сходу, да, пожалуйста, найдите меня, я дам вам контакты, кому интересно, да, мы с вами это обсудим. Вы поймёте, почему это письмо, оно является определённой степени объединяющей. Потому что споры сейчас в мире есть, да, может быть, кто интересуется, уртатель, общий язык, да, какую письменность дать тюркам, чтобы она нас объединила. Я хочу сказать, латинице и кириллице этого не даст. А здесь у меня некоторые тексты, которые и на латинице, и на кириллице, по-азербайджански, по-казахски и по-татарски пишутся по-разному. Три варианта написания. То есть здесь некоторые предложения у меня совпадают на 90%. С кипчаками так на 100%. Вот, есть определённая фишка, которая даёт этот момент. Так, переключим дальше. Так, ну тут у меня сказка заканчивается. К счастью, она очень короткая, не пришлось долго рисовать. Вот, это чем-то похоже на комикс, и мне это напомнило такой момент. Кто увлекается мангой или комиксами? Есть такие люди? Молодёжь. Что, с мангой не знакомы? Ну, я хочу сказать, что она уже покорила Европу, и покорит Россию точно, точно могу вам сказать, потому что, например, Казахстан просто покорён. Когда по Астане и Алматы ходят молодые казашки с фиолетовыми зелёными волосами, похожие на кореянок. Ну, они под этот типаж одеваются, поэтому нам эту культуру не исключить. И в чём отличие, да, почему популярность этой культуры, японской и корейской? У них есть фактор очень чёткой идентичности визуальной. Когда мы видим их знаки, это, кстати, японская и корейская неюроглифы, если, ну, прошу не путать, совсем не Гитай, это очень чёткий визуальный код, и его можно использовать, потому что, скажем так, кириллица, латиница, замечательная письменность, её очень удобно использовать, сразу могу сказать, латиница и кириллица удобнее для обучения на 100%, чем руны. Но есть такой фактор идентичности, да, татары сейчас теряют её, ну, скажем так, не только татары, и особенность надо проявлять, и в Казани очень популярность сейчас из Кеймла, то есть татарский язык на арабской графике, тоже его изучаю, во многом уже научился, но как бы есть нюансы, арабская письменность очень сложна, сразу могу сказать, гораздо сложнее, чем руны. Но есть проблема, если в Татарстане, в России, арабская письменность для тюрок – это идентичность, проявление особости, то за пределами России этой особости уже нет, потому что весь мир знает, что это арабские знаки, то есть вы там никак не проявите свою татарскость или казахскость. Эти знаки же дадут вам только одну идентичность, нет больше никакой группы наций, скажем, семи, которая это использует. Поэтому первое, что я сказал, это как бы фактор идентичности, хотел себя проявить. Дальше это дает фишку в молодежной культуре, особенно кто увлекается азиатской культурой. И дальше еще есть один момент, которым я начал заниматься в Казахстане, уже начал немножко преподавать это, хоть я и не профессиональный каллиграф, но уже эту тему развиваю. Для современной культуры, для того, чтобы занимать место, достойное в этом мире, очень важно было, ну и тогда в древности особенно важно было, но сейчас тоже это есть, это национальная каллиграфия. Все знакомы с каллиграфией русской, потрясающая вязь. Русская, да, это, ну на самом деле, очень важный фактор проявление русской культуры. Также мы знаем китайскую, японскую, корейскую каллиграфию и арабскую. было бы очень мощно, если бы у нашего народа появилась собственная каллиграфия. И тут, кстати, есть такой момент, что используя кириллицу или латиницу, или там арабскую графику, национальную каллиграфию татар, вы уже не создадите, потому что место занято. А руны этот момент дают. Потому что никто на них не претендует, и можно здесь разрабатывать, скажем так. Это моя попытка, скажем так, разработать. Я баловался, их достаточно много, таких вещей. Есть своя специфика, есть и на бумаге руны, да. На самом деле их достаточно много. И есть книга, полностью сохранившаяся китайской тушью на бумаге. Вот, книга называется Уркбитик. Да. И всё-таки, ну это моё личное мнение, да, эти знаки не для камней были. Потому что очень много изгибов, всё-таки они изначально были сделаны. Я вам как человек, который пишущий, да, они были сделаны не для высечения, а для написания на бумаге. Поэтому сейчас есть такие разработки, если кто-то хочет подключиться из молодёжи, да, или прийти, скажем, на эту тему, побаловаться кистью, я готов как бы подключиться к этому процессу. Так, идём дальше. Это такой мой небольшой проект с друзьями. Тоже как для проявления идентичности, да. Но тут они детские на самом деле. Я и для взрослых делаю, и для детей. Сейчас покажу. Это барш-жила и зеланджила, то есть восточный календарь. Мы сейчас будем такую серию выпускать. Может быть, футболочек, может быть, ещё чего-то. Восточный календарь, кстати, это календарь тюркский. Сейчас эти доказательства уже есть, что он не китайский. Китайцы его переняли. И мы, скажем так, разрабатываем такой момент. Тут будет 12 животных, и обязательно будет надпись «Рунами». Так, ну это небольшие мои работы. Это крешенская бабушка, крешена бинда. Я уж её просто расписал. Халат, конечно, не местный. Знак «Б», да. Ну, как хранительница дома. Мы уж не будем углубляться в значение знаков. Это достаточно долго. Это, скажем так, иллюстрации. Эти иллюстрации дают нам, скажем так, выделиться в этом мире этими знаками. Я хочу сказать, что для вас сейчас это просто каля-баля. Вы не понимаете, что это. Но это достаточно легко освоить. Но есть один момент. Тюркское письмость требует знания языка определённого. Например, если вы не знаете тюркского языка вообще, вам будет очень тяжко. Если вы хотя бы немножко говорите, вы уже поймёте этот процесс. Это я рисовал в Казахстане. Я тут немножко переделал. Написал «Суэси». Немножко адаптированным письмом. Я рисовал для Казахстана. Она как хранительница у меня местной реки была. И там это очень хорошо заходит. Потому что там тоже есть определённая борьба. Какая письменность нам лучше подходит. И вот есть сторонники этого. Ну, так же, как фактор проявления на воинскую тему, это хорошо подходит. Рисунки тоже мои. Я их немножко откорректировал, скажем так, с находок. Так, идём дальше. Ну и вот этот новый проект у меня сейчас. Я его немножко выпускаю в интернет. В Казахстане он достаточно хорошо идёт. Это тюркские личности известные. Мы их начали от Бумын-Каган. Этому я ещё не придумал имени. Но мы добьёмся этого, да? Кстати, такой вопрос. Как выглядел тюркский воин? Кто знает из вас? Есть предположения? Внешние виды опишите мне. Потому что я видел много картинок на тему... Ну, на эту тему, когда в этой теме не разбирался, да? Оказалось, что это всё были ошибки и профанации. Да, вот это, в принципе, элитный мужчина. Да, он был с косами. Косы были достаточно длинные. Знаете почему? Ну, хорошее предположение, но нет. На самом деле, косы в бою очень сильно мешались. На самом деле, если вы человек простой, простой, да? С утра заплести себе косы, расчесать волосы, заплести косы, это большой труд. Ну, я думаю, женщины все знают, что это такое. Тем более, когда их много. И особенно в те времена. Можно вопрос. А всё-таки они были бритыми или бородатыми? В тюркском Каганате мужчины брились. Максимум, что себе позволяли, усы. Кстати, интересно, да? В Европе фактор культурности Рим. Бритые мужчины появились, когда все остальные бородатые. В Азии бритыми были тюрки. Вот, это очень интересно. Не знаю, откуда такая традиция, но она взялась. И вот эти элитные воины, которые могли позволить себе, ну, помощников, кто-то слуг, кто-то помощников, с утра заплетали им косы. Внизу они были достаточно низкими, то есть много косичек, и туда наплетались на балдажнике. Из серебра или из золота. Ну, чаще всего серебро или медь. Золото был дорогим. Вот. И вот эти вот длинноволосые мужчины в шёлковых халатах, с мечами наперевес, это и были, скажем так, наши предки элитного рода. Кстати, ну, есть изображения, я уж их не стал сюда. Есть фрески, где, ну, прямое доказательство этого есть, да. И сейчас я вам ещё расскажу историю, она очень хорошо заходит. В общем, зашла в лагерь салят. Вот эти волосы, они в бою мешались. И перед боем эти мужчины, они заплетали их в такую корзиночку на голову и надевали такой, скажем, каляпуш. Мы называем его сейчас тюбетей. И дальше надевали шлем. Почему они делали это? Да, потому что если кастрюлю надеть на голову и ударить по ней, ну, можно сотрясение получить. Поэтому эти волосы ещё играли роль амортизатора. И на самом деле тюбетей — это остаток воинского головного убора. Самое наше родное. На самом деле к религии никакой отношения не имеет. Никто и не к нынешним. А вот такой вот факт есть, интересный. Тюбетей — это часть воинского костюма. Так, идём дальше. Что у меня осталось здесь? Так, ну, это у меня последняя картинка, на самом деле. Я серию географии делаю. Это высшая точка Татарстана, Шаттертал. Многие, наверное, знают, да, что это такое. Вот. Оформляю таким образом рунами их. По Казахстану у меня уже достаточно много их. Там это местный географ из Алматы уже сделал выступление. Я ему целую серию работ нарисовал. И всем очень зашло то, что всё было написано рунами. То есть казахи восприняли это очень хорошо. Так, ну что могу сказать? У нас есть, скажем так, три инструмента сохранения идентичности. У нас есть происхождение, есть язык и есть письменность. Причём так уж получилось у татар, что этих письменностей много. И одним из проявлений идентичности являются руны. Ну, руны, на самом деле, это европейское слово, да. Для нас это тюркиазу или битыг, как это было раньше. То есть называли это битыг. Это достаточно яркий инструмент. Вот. И я себе тоже делаю такие вещи. Сейчас серию таких вещей, да, выпущу. Вот. Кто хочет узнать поближе, да, пообщаться, что это такое, как этот инструмент работает. Потому что сама по себе письменность, да, или там то, что мы находим в науке, вот написано в статье, она эффекта не даёт. Эффект даёт это использование этого инструмента. И поэтому, как только вы этот инструмент начнёте использовать, и, например, есть целый чат, ну, он уже не один, где я с казахами переписываюсь рунами на казахском и татарском. Да, это очень мощный инструмент. Никто туда не залезет. А даже если залезет, вряд ли прочитает. Потому что в это надо окунаться. Вот. Это несложно, я хочу сказать, да. Поэтому я предлагаю, кому это действительно интересно узнать, что это такое. Это всё читается, это можно использовать. Ну, и Рахиме так с добро пожаловать. Вот, надеюсь, что кто-то станет мне близким соратником или другом по этой теме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»